Всем привет, друзья! Мои прогнозы на матчи в воскресенье. Ставка 50 тысяч рублей. Часть ставок будет в этом видео, остальные у меня в Телеграме, где у меня все бесплатно. Там же я выкладываю ставки в лайве, так что переходите по ссылке в описании на мой Телеграм-канал. В этом видео и ЦСКА, Локомотив, и другие матчи РПЛ, и Серия А, и Барселона, и Вильярял. В общем, будет интересно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите свои комментарии. Ну, а ставочки вы всегда можете сделать в Мелбете, потому что там широченная линия, очень высокие коэффициенты. А по ссылке в закрепленном комментарии, перейдя и введя при регистрации промокод SOLO, который там же можно скопировать, вы сможете увеличить свой первоначальный депозит в два раза или до 10400 рублей. Вся информация в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем с РПЛ. Тульский Арсенал играет против Ростова. В последнее время Арсенал неплохо выступает, даже несмотря на то, что Лесового они продали в Динамо. В среди недели играли в Кубке России против Белгородского Салюта. Там полноценную ротацию провели. В основное время 1-1 сыграли, по пеналити победили. В чемпионате 3-2 обыграли Сочи дома. 3-1 уступили Зениту на выезде, но забили. И вообще дома у Тульского Арсенала довольно результативный матч. В последних двух и трех-четырех домашних матчах у них обе забьют, ставка проходит. А в трех-четырех последних играх два и более голов Тульский Арсенал дома забивает. У Ростова был матч Лиги Европы против Макаби. Важен не результат, а то, что команда потратила силы, потому что вставляли основной состав. Был очень энергозатратный поединок. Поэтому, конечно, против Тулы команда, возможно, не в оптимальном состоянии подает. И в этом шанс Арсенала заключается. Ростов до этого 0-0 сыграл с Локомотивом, 1-1 с Краснодаром. И на выезде 2-0 уступил Динамо. В личных встречах двух матчей подряд обе забьют, проходят. 3300 рублей я разделил на две ставки. 2000 рублей я поставил на индивидуальный Тул Арсенала больше одного за коэффициент 2-12. И 1300 рублей я поставил на обе забьют за коэффициент 2-17. Все-таки Арсенал пропускает шести матчей подряд. Я думаю, что Ростов все равно найдет силы забить и в этом поединке. Ротор играет против Рубина. Ротору засчитали два технических поражения в последних играх РПЛ. Потому что команда сидела на карантине. Там огромное количество зараженных было. По последней информации 14 человек в обоиме есть. Плюс постепенно будут добавляться те игроки, у которых несколько раз тест покажет отрицательный результат. Но, чтобы вы понимали, все это время Ротор сидел на карантине. То есть они не могли даже тренироваться. И тренировки начались только неделю назад. А у тех футболистов, которые только сейчас будут присоединяться, у них вообще практически тренировочного цикла никакого не было. Так что, безусловно, Ротор растерял форму. Он будет в очень слабом виде против Рубины. А Рубин сейчас очень хорош. Казанская команда, несмотря на поражение 2 Спартаку, там просто дикое было невезение. У Рубину было кучу шансов и приравных составов. И когда они остались в большинстве, просто Рубину не повезло. До этого 4-2 они обыграли в Кубке Черноморец. 0-1 на выезде обыграли Динамо. 3-0 у Фу. И несмотря на поражение Спартаку, в шести последних матчах оно стало единственным. При этом Рубин удержал 4 победы. И в 5-7 последних игр развивает 2 и более голов. У меня здесь 2 ставки. Первая ставка, индивидуальный тотал Рубина, больше 1,5. Коэффициент 1.82, 3200 рублей я ставлю. Рубин умеет комбинировать, умеет играть против закрытых команд. А Ротор будет явно играть вторым номером в этом матче. Так что свои 2 гола, я думаю, забьет. И вторая ставка, второй тайм, победа Рубина. Во втором тайме именно за коэффициент 1.92 тоже 3200 рублей я ставлю. Ротор проиграл второй тайм и Химкам, и Спартаку, и Ахмату. Ну, Рубин же, наоборот, обычно здорово второй тайм проводит. Например, все 3 гола Уфе тоже закрыты команде. Они забили именно во втором тайме. Дерби, ЦСКА, Локомотив. Здесь у меня 2 ставки на этот матч. ЦСКА неплохой форум набрал. 0-1 им играли Офу. 3-1 в Дерби. Спартак. 0-3 на выезде Ахмат. Таким образом, 3 победы подряд у армейцев. В 5-7 матчах. При этом обе забьют. Ставка проходит. А в 7 из 8 тотал меньше 3,5. То есть обе забьют и тотал меньше. И у Локомотив примерно та же самая история. Единственное, по результатам они хуже выглядят. В прошлом туре держали победу 1-0 над Тамбовым. Но до этого 2 нулевые ничьи с Ростовым и Зенитом. 2-3 уступили Ахмату. И 2-1 в Дерби Спартаку. В 16 из 17 игр у Локомотива тотал меньше 3,5 проходит. Но также в 3-6 играх последний хобби забьют тоже залетает. После карантина команды играли друг с другом. Тогда Локомотив на РЖД-арене казался сильнее 2-1. Благодаря тому, что мяч попал в выставленную руку на Бабкину. Ворота ЦСКА на последних минутах поставили пенальти. А так вообще игра шла к ничейному результату. На этот матч у меня две ставки. Первая это обе забьют. За коэффициент 1,92. 2800 рублей я ставлю. И также считаю, что ЦСКА является фаворитом этого матча. И несмотря на то, что я беру обе забьют. На мой взгляд, матч закончится либо 1-1. Либо 2-1 в пользу армейцев. Так что вторая ставка 1х плюс тотал меньше 3,5. За коэффициент 1,83. 2800 рублей я ставлю. К серия перемещаемся. Верона играет против Удинеза. Верона сыграла с Ромой 0-0. Но у Роми зачитали техническое поражение. Из-за того, что неправильно внесли заявку полузащитника Диавара. Но Верона на самом деле не лучшим матч провела. Я видел Верону в концовке прошлого сезона. Как они здорово играли. Это прототипы, таланты. Очень атакующий шутбол они показывают. Много забивали. Но против Ромы, конечно, сыграли не лучшим образом. Хотя и у Вероны во втором тайме тоже были моменты, чтобы забить. Вот в прошлом сезоне, в последних 7 из 12 домашних матчей, Верона одерживал победу. Это домашняя команда. Что касается Удинеза, то в этом сезоне они не играли. Поэтому мне кажется, что игровой тонус у Верона, возможно, даже будет лучше. Ну и к тому же в гостевых матчах в прошлом сезоне не так здорово. Удинеза выступал. 8 поражений в последних 5 выездных официальных матчей. Так что, на мой взгляд, все-таки в этом поединке Верона вполне может забить. Я решил взять очень валуиную ставку. И не дали тут у Вероны больше одного. За коэффициент 2 ровно ставлю 2600 рублей. Спец играет против Сусоло. Спец тоже в этом сезоне матчей не проводил. Это новичок серии А. В серии Б они заняли лишь третье место. И прошли высший дивизион только через плей-офф. Спец подписал некоторых футболистов. Это игроки среднего уровня по меркам серии А. У Сусоло состав гораздо сильнее. Ну и первый матч Сусоло неплохо провели. Несмотря на ничего в Скайлере 1-1. По игре Сусоло здорово смотрелся. Создал кучу моментов. Особенно в первом тайме. В первом тайме было тотальное доминирование Сусоло. Просто им не повезло, что они не забили. Свой единственный гол они забили во втором тайме. Но по концовке прошлого сезона мы видели, что Сусоло забивал очень много голов. Была одной из самых результативных команд. И почти всегда Сусоло забивал уже в первом тайме. Мне кажется, что и на сей раз Сусоло проведет яркий первый тайм. И сможет уже забить. Моя ставка, то что Сусоло забьет в первом тайме. За коэффициент 1.79 2700 рублей я ставлю. Ну и последний матч. Барселон играет против Вилья Реала. Для Барса это будет первый матч в этом сезоне. Первый матч под руководством Кумана официальный. И конечно у Барселоны сейчас перестройка огромная. Многие футболисты ушли. Там Ракетич, Суарес и так далее. Какие-то футболисты будут приходить в команду. Это будет новая система, новая игра. И конечно Барселона еще к этой системе не привыкла. Поэтому в первых играх ошибки неизбежны. Так что конечно Барселон, играя на Кап-Ноу, свой гол в ворота Вилья Реала. Я уверен, забьет. Но мне кажется, у Вилья Реала будет достаточно шансов в этом матче. И они воспользуются ошибками каталонцев. К тому же в личных встречах в трех матчах подряд обе забьют ставка проходит. Да и в сезоне Вилья Реал уже провел целых два официальных матчей. То есть команда по идее в лучшем граунтонусе. При этом Вилья Реал очень здорово смотрелся в этих поединках. Они 2-1 обграли Эйбор. И 1-1 сыграли с Уэской. В обоих матчах владели инициативой. Создавали кучу моментов. В обоих матчах забивали. Поэтому моя ставка. Обе забьют. На этот поединок ничего я выдумывать не стал. За коэффициент 1.65 ставлю 2800 рублей. На этом все друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Переходите в телеграм. За дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Всем вам желаю больших успехов. Увидимся в следующих видео.